В Абхазии разразился очередной скандал, в центре которого Аслан-Бжане. Однако в этот раз причиной стали не посиделки президента в ресторане, не девушки и даже не его постоянные и бессмысленные визиты в Россию. Поводом для очередного витка внутриполитической нестабильности в республике стал документ, который появился в социальных сетях. Протокол совещания заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Козака с президентом Республики Абхазия Бжане от 19 августа текущего года. Под протоколом стоит подпись Дмитрия Козака, печать администрации президента России и регистрационный номер с датой 26 августа 2024 года. В нем говорится о том, что Россия приостанавливает финансирование до выполнения обязательств, взятых на себя президентом Асланом Бжане, в частности не ратифицирует соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии и не примет закон об апартаментах. Откровенный шантаж этим не ограничивается. В протоколе также даны рекомендации Минэнерго продавать электроэнергию Абхазии только по коммерческой цене. На мой взгляд, заслуживают внимания и пункты 3 и 4. В третьем пункте говорится, что президент Абхазии взял на себя обязательство представить информацию о депутатах парламента и лидерах абхазской оппозиции, которые выразили протест против принятия закона об апартаментах. В протоколе им инкриминируется нанесение ущерба интересам России и развитию российско-абхазских отношений. И ставится вопрос о лишении их российского гражданства. Но как тут не вспомнить депутатов парламента Южной Осетии, которые не так давно получили уведомление о лишении их гражданства Российской Федерации? Сценарий один. Но нам интересно даже не это весьма сомнительное предложение от Аслана Бжания. Нам интересно то, что об ущербе, который нанесли оппоненты Бжания России и российско-абхазским отношениям, говорили не российские чиновники, а наш президент Бжания. Вот эта роль доносчиков, в которой выступил глава нашего государства, вызвала самое большое возмущение общественности. И администрация президента напряглась. Думала и согласовывала с Асланом Бжания, который в это время уже покинул территорию Абхазии, текст так называемого опровержения. И, наконец, выдала сообщение, которому вопросов еще больше, чем к самому протоколу. Не подумайте только, что администрация опровергает протокол. Да нет же. Она опровергает, что Аслан Бжания стучал на своих соотечественников. То есть, попросту говоря, администрация президента Абхазии утверждает, что администрация президента России целенаправленно топит Аслан Бжания за полгода до выборов. Конечно, такое заявление вызывает только усмешку. Мы давно наблюдаем отношения нашего президента к своим оппонентам, оппозиции, НПО, журналистам. Давая интервью российским СМИ, он просто шьет им антироссийские настроения. Цитировать не буду. Лучше послушайте. В протоколе российским депутатам рекомендуют не общаться с абхазскими коллегами. Тут и комментировать нечего. Давайте лучше обратим внимание на хронику событий, предшествовавших протоколу, слитому в сеть 29 августа, через три дня после его официального подписания, так как есть сомнения в том, что он поступил в Абхазию по дипломатическим каналам. В последнее время мы все наблюдаем за российско-грузинским потеплением. В середине августа появилась информация о том, что грузинской мечте в новом парламенте необходимо конституционное большинство, чтобы в дальнейшем внести соответствующие изменения в конституцию Грузии относительно территориального устройства. Речь, естественно, шла об Абхазии. Грузинская мечта заявила, без этих изменений территориальную целостность не восстановить. 26 августа в Абхазии отмечали День международного признания независимости Абхазии и России. Впервые за 16 лет Абхазию с праздником не поздравил ни президент России, ни глава Госдумы, ни даже премьер-министр Российской Федерации. Более того, на праздничные мероприятия в Абхазию из России не приехал ни один российский чиновник. И буквально вчера Абхазия узнала о том, что 26 августа, в День международного признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия, был подписан протокол, который, собственно, и объясняет молчание российских высокопоставленных лиц. Я, конечно, не эксперт, но, по моему скромному мнению, таким образом Россия сделала реверанс в сторону Грузии, которая сейчас стоит на пороге парламентских выборов. И для проправительственных сил, и для оппозиции Грузии главной темой будет Абхазия. В разные периоды наша страна проходила через сложные испытания. Мы еще не забыли блокаду, объявленную нам после войны, за то, что мы защитили свою страну от агрессора. Мы еще не забыли экономические санкции, которые ввел Александр Ткачев после выборов 2004 года. Мы хорошо помним, как генерал Кондратьев вывел миротворцев из Галского района, чтобы запустить грузин под прикрытием беженцев. Это старый план по отторжению Галского района. И тут надо смотреть, почти как в армейском уставе, пункт второй протокола, в котором говорится о том, что Россия будет продавать электроэнергию Абхазии только по коммерческим ценам. Но тогда во главе нашей страны был президент Владислав Арзенба, который понимал, что страну нельзя оставлять без единственного источника электроэнергии, который отстаивал интересы нашего народа до последнего вздоха. Сегодня у нас нет президента, который защищает наши национальные интересы. И отстаивать их должны мы сами. Больше некому.